Я тут в гостях приветствую замечательную, очаровательную совершенно девушку. Я немножко так расскажу историю, как вообще все это случилось. Хотя я не помню, о чем же мы, о чем-то говорили в эфире. О каких-то профессиях, может быть, мы говорили, я даже уже не помню. И мне кто-то из наших слушателей написал о том, что оказывается здесь у нас в Эмиратах живет себе такая Юлиана Грассман, которая является буквально-таки первой девушкой и вообще уникумом, настоящим, потому что эта девушка занимается экстремальным вождением. Все мы знаем, что такое экстремальное вождение, вот эти все огромные джипы, которые по пустыне ездят. Ну, я думаю, что она об этом расскажет лучше. Юлиана, здравствуйте, очень рада вас приветствовать. Доброе утро, доброе утро. Я тоже очень рада здесь вас всех приветствовать. Скажите, давайте, вот знаете, я вас увидела в моем понимании, человек, который занимается экстремальным вождением. Сразу в голове вот эти все стереотипы, что-то должно быть такое брутальное, что-то должно быть такое залихватское. И тут я, значит, вижу Юлиану, такая хрупкая маленькая девочка. Я просто даже не представляю, вас ведь нужно на руках донести до этого джипа, чтобы вас туда на эту ступеньку высокую подсадить. Ведь правда? На самом деле, да, первое впечатление у многих вот именно такое складывается, что я вот мелкая такая, хрупкая. Как вообще я могу вести внедорожник, еще и экстремальным видом спорта заниматься? Вот. И как действительно, а как вы можете вести внедорожник? На самом деле, я считаю, что оболочка или внешний вид, это не так важно. Важно то, что ты чувствуешь внутри. Видимо, характер у вас этого не отняет, да? Да, это у меня с рождения. Так, давайте тогда по порядку. Вообще, расскажите немножко, как вы попали в Эмираты и вообще потом, как вы пришли к экстремальному вождению? Попала я в Эмираты... Вообще, я сама по себе тоже, могу сказать, авантюристка, приключения люблю очень. И пять лет назад я решила, что я хочу вот переехать в Эмираты. И всегда хотела жить там, где тепло. И здесь очень красивые машины. То, что всегда меня заводило, будоражило. И экстремальным видом спорта занялась я здесь. Но в автоспорте я, в принципе, была всегда. Вот сколько себя помню, с Казахстана я участвовала в ралли. А, то есть это у вас еще началось и дома еще, да? Да, это началось очень давно. Первый драгрейсинг, мне было 14 лет. С ума сойти. То есть вы не просто получили права, вы сразу же начали пробовать себя в каких-то более серьезных вещах. Да, это на самом деле было очень интересно. И небезопасно где-то. Но я, слава богу, это все время прошло уже. Ну, сами знаете, какие года были в прошлом. Было нелегко, и, конечно же... Но самое интересное, что мы организовали с нашей командой, мы организовали гонки по автокроссу, по слалому. И мы смогли сделать так, чтобы многие люди, кто любит заниматься автоспортом, пришли в это легальным способом. То есть я начала все это с нелегального, с друзьями. И мы сделали в Казахстане легальное. Так, и затем уже вот с опытом определенным, с багажом, вы переехали сюда. И сразу же начали пытаться и здесь продолжать свое любимое дело? Да, на самом деле, я когда сюда приехала, у меня уже в плане было все. Что когда я возьму машину, что я хочу, и что меня всегда тянуло. Единственное, я никогда не знала, что такое пустыня. Вот для меня пустыня была что-то такое неизведанное, еще что-то новое. И года три назад, да, я года три назад я первый раз выехала на Хайлюксе в пустыню. Вот, и мне очень-очень понравилось. Я никогда не думала, что она меня так закрутит, завернет, что я даже участвовала в Рале в этом году и заняла топовые места. И также автокросс по внедорожникам. С ума сойти. А вот еще, знаете, что я вдруг подумала о том, что вот мы сейчас с вами говорим, говорим на эту тему. Но давайте вы, может быть, определите, что такое экстремальное вождение. Вообще, что подразумевается под этим? И, может быть, какие машины входят в этот перечень? Машины входят любые. Любой автотранспорт. Экстремальный вид спорта или экстремальное вождение это то, когда ты, допустим, сможешь совладать своей реакцией и в экстремальных ситуациях выйти правильно из, допустим, ситуации, которые бы обычно водитель не смог справиться, или терял контроль, или опускал руки, или закрывал глаза. Вот часто бывает такое, что люди бросают руль и не знают, как справиться с ситуацией. Я думаю, что экстремальный вид вождения он поможет очень многим автолюбителям и просто даже... Потому что мир сейчас весь на колёсах, я могу сказать. Особенно здесь. Да, особенно в Эмиратах. Это очень важно. И многие теряют контроль. И дороги, в принципе, длинные, постоянные трафики. Это очень важно. Контролировать, что происходит вокруг тебя, всегда знать и всегда быть расчётливым на несколько шагов вперёд и знать, как из ситуации выйти из экстремальной. Получается, что вот экстремальное вождение и, предположим, гонки, ралли – это не одно и то же. Вот, например, когда там просто по кругу автомобили на скорость передвигаются, и это не имеет никакого вообще, наверное, ничего общего с экстремальным вождением. Потому что здесь экстремальное вождение, я так понимаю, что вообще в условиях, наверное, отсутствия даже дороги, да, может происходить. Да, это может происходить... Ралли, сам спорт ралли сам по себе экстремальный. Это крутые виражи, прыжки, скорость, перевороты. И дальше можно продолжать даже ралли после больших аварий. То есть, допустим, в ралли случается такое, что и пожар, и машина загорается. Вот у меня тоже такой случай был, когда и машина сгорела, пришлось выпрыгнуть буквально. Гля, ну, понимаете, что мы должны с вами сейчас сидеть и говорить о каких-то возвышенных вещах. Сегодня день шоколада, мы должны говорить. А вот у меня тоже случай был, я в примерочную зашла, и платье оказалось велико. А мы говорим, значит, у меня... Вот у меня случай был, машина, знаете ли, загорелась. Действительно. Так, давайте дальше. Самое главное оставаться в таких ситуациях, в любых ситуациях, самое главное оставаться хладнокровным и спокойным. Вот девочка, мне кажется, в этом плане гораздо сложнее, потому что мы создание очень эмоциональное. И понятно, что мы на многие вещи реагируем несколько иначе. И, может быть, в той ситуации, где мужчина способен продолжать с холодной головой мыслить, мы всё-таки, наверное, не всегда можем это сделать. Я сейчас не пытаюсь ни в коем случае нивелировать наши достоинства женские, потому что мы вообще все богини и музы. Но вот есть просто, наверное, какие-то моменты, как вы с этим справляетесь? Как вам удаётся себя сдерживать? Это очень интересный вопрос. Просто я сейчас в данный момент вспоминаю своё состояние. Конечно, в гонках, вот я не знаю, у меня вот, видимо, какой-то есть рубильник или что, меня просто вот отключает. Это именно когда я знаю, что старт начался, или я уже въехала в тот момент, когда я в данный момент нахожусь с машиной, с рулём, сама с собой и с дорогой. Я фокусируюсь на моменте сейчас. Я не фокусируюсь ни на чём, я фокусируюсь именно на том, что происходит в данный момент. Поэтому это мне помогает вырваться, это мне помогает вырваться из состояния, а что будет, а что, если произойдёт? Часто нас в эмоции вводит, в эмоциональное состояние вводит то, что мы всегда думаем, либо а что бы было, а что уже было, либо будет. То есть, ну, конечно же, я могу сказать, что, друзья, не надо соврать, что после каждой гонки, я могу сказать, я такой псих, я сама не знала. У меня просто все эмоции выходят наружу. И плачу, бывает такое, что я, допустим, либо недовольна с тобой, либо очень довольна. И бывает, и плачу, и кричу, и бью машину свою иногда тоже. Всё бывает. С ума сойти, а машина у вас большая, получается, да? Именно вот для... Я её сейчас строю для ралли, это моя машина Black Edition называется. Ага. Nissan Patrol. Так. Ай, ну это большая. Большая машина, это внедорожник. Могу сказать, что собирала я его, ну, со всего, что можно по частям, потому что он был разбит уже, и перевёртыш он был. То есть у меня, допустим, кузов 97-го года, шасси 91-го года. То есть прошло и огонь, и воду, и войну, и всё прошло с этим Nissan. Очень такие тёплые чувства к нему, как к зверьку, сказать, можно. Потому что, знаете, такой автомобильный пэтчворк, получается, когда из всего, что было, то и слепили его уже, да? Слушайте, ну, и на нём вы вот как раз-таки занимаетесь всеми этими своими экстремальными видами вождения, и на нём приходите к чемпионству, правда? Да, я в прошлом году была чемпионкой, здесь называется Маткросс фестиваль. В 2007 год я заняла первое место, и, конечно же, очень рада этому. И было не очень легко, я могу сказать, но, опять же, отпустив, и просто наслаждаясь моментом, и наслаждаясь вот этой издой... Вы делаете то, что вам нравится, и поэтому, конечно, я думаю, что вы не фокусируетесь на том, что это сложно, что это невероятно, наверное, конечно, да, со стороны на вас смотришь и не можешь представить, как это вообще возможно, но для вас понятно это... Уезжаешь иногда без колёс. Это образ жизни. Сегодня у нас в гостях Юлиана Грассман. Посмотрите нашу трансляцию в Инстаграме, вы увидите, что я нисколько не преувеличиваю, когда говорю о том, что она у нас и красавица, и при этом такая хрупкая девчуля, поэтому заходите, если какие-то вопросы тоже можно задавать. Ну, а мы вернёмся в студию буквально через несколько минут. Ребята, это новый выпуск из Дубаев, мы только прилетели. Здесь очень благоприятная атмосфера для блогинга, все помогают снимать. Велкам в Дуба! Злая у тебя машина. Что началось? Жан, привет. Привет. Ты местный житель? Са-Ам-Алейкум. Отлично. Нам сказали, что нам сюрприз какой-то приготовила, да? Да. Сейчас увидите. Пойдём покажут. Расскажи, а ты гонщица же, да? Да. Как это вообще называется? Здесь у нас есть ралли, есть фристайл-дрифт. 13 или 14 лет, первый мой драгрейсинг на деньги. Серьёзно? Да. И потом занесло автокросс, слалом, ралли. Я единственная девушка в ралли в Эмирандах. Начала историю ралли. Нас с Настей решили встретить по-дубайски. Целая команда, которые занимаются настоящими гонками. Злая у тебя машина. Так популярны крузаки именно. С чем это вообще связано? Потому что можно ехать в пустыню, подрифтовать и выехать на два колеса. Ну, они любят вообще очень сильные машины, особенно Ниссаны, потому что у меня сердце Ниссан. А какой именно Ниссан? У меня Ниссан Цепро. Ааа, нифига. Всё началось. Это я понимаю, дубай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Говорю, потому что когда ты видишь такую очаровательную девчулю, да, как-то сложно её сразу вот ассоциировать с экстремальным вождением. А что происходит в головах у мужчин, с которыми вы соревнуетесь и участвуете? Мне кажется, это вообще отдельная история. Это да, это, конечно, сложно сказать, что у них происходит, даже я сама не знаю. Ну, наверное, нет, ну, наверное, они сначала просто очень скептически, ведь, да, наверное, относятся к вашему участию. На самом деле, вот я сейчас вспоминаю, мы с моим другом сделали одно видео про, о том, как я в пустыне вожу машину свою, но я вот поначалу стеснялась, так же, в принципе, как и в Казахстане, я очень долгое время никак не могла позволить себе быть собой и показать то, что мне нравится, потому что вот именно вот этот стереотип, он немного мешал справиться с этим, что вот девушка, она не должна, допустим, какими-то другими вещами заниматься, не должна в мужской... Хотя в наше время, казалось бы, да, все эти стереотипы, они просто очень успешно разбиваются, и тем не менее в головах так просто от этого не избавиться, наверное, так. Да, я решила, что в какой-то момент я просто поняла, что это со мной есть всегда, я с этим просыпаюсь, я с этим живу, я не могу просто скрываться от мира, скрываться от людей и делать то, что я хочу, поэтому я просто в какой-то момент подняла высокую руку и сказала, да, ну его нафиг, я собираюсь сделать то, что я люблю, и пошла с этим. По поводу мужчин, как они реагируют на это? Потому что так по поводу того видео... Наверное, они считают, что это их, знаете, их территория, где они главные, и тут вдруг вы их, хоп, еще и побеждаете. Кстати, было вот это вот видео, про которое я начала рассказывать, никто не верил, никто не верил, они думали, это просто монтаж, вот кто-то ведет машину, но только не я. А вы красиво, крупными планами, да, вас снимают, вы так, да, я люблю везти машину, да. А я просто рука там на руле, на переключении. С маникюром, да, такая вот с колечками. Да, я, кстати, вожу с маникюром и с колечками. Вот. Еще на шпильках в Казахстане водила, у нас были ледовые гонки на шпильках. Отлично, да. Так интересно. Так вот, мужчины... Поначалу у меня были очень серьезные такие ситуации, когда действительно почти вот дух практически ломался, потому что люди часто... Вот раньше, особенно когда я взяла машину, я помню, было очень сложно пройти такие моменты, потому что люди надсмеивались, смеялись, крутили пальцем у виска, да ты, что вообще ты делаешь, куда ты вообще суешь? Вот в таком плане. Конечно, ну, слава богу, вот я точно знаю, что не все, не все такие... Не каждый раз такие ситуации были, это очень редко. Чаще всего меня поддерживали здесь, особенно в Эмиратах, я вот чему удивилась, что мужчины в основном, они действительно, когда видели, что есть вот это вот в сердце или в крови вот этот вот бензин, они очень хорошо, они действительно поддерживали и давали вот такую вот поддержку. Пусть даже они понимали, что как бы я девушка, и в то же время я всегда настаивала на том, что не сравнивайте меня, допустим, вот в этом виде спорта я понимаю, что нет здесь женское и мужское. И вообще, наверное, во всем так. Я как бы за равенство сама. И я даже кубки вот никогда не любила, я всегда говорила, нет, вот если это леди с каптом для девушек трофе, я не возьму. Серьезно? Я вот хочу, чтобы равенство было, потому что вот я чувствую себе внутри вот такую силу, что я могу побеждать, я могу это сделать. И я когда заняла вот первое место, я помню, я даже вот пожала руки второму месту, но они даже не смогли на меня посмотреть на первое место. Ну, мне, конечно, очень, как сказать, не то что... Я их понимаю, с одной стороны, потому что это где-то, может быть, подавляет их, но с другой стороны, вот кто-то может справиться с этим. Принять это тоже действительно победу. Ну и, опять же, в наше время надо быть готовыми к тому, что девушки действительно занимают очень активные позиции. А скажите, какие соревнования вообще здесь проходят? И действительно здесь есть деление вот на эти леди с кап и мэн с кап или такого нет? На самом деле здесь есть, но, опять же, есть оверл. Ну, то есть, как бы полностью... Когда все на равных. Все на равных, да. Здесь очень много проходят соревнований в Абу-Даби, в Дубае, в Дубае, в Дубае автодром, в Абу-Даби, в Абу-Даби, это гонки, есть драг-рейсинг, есть кольцевые гонки, также есть джим-хана, это когда, допустим, как с лалом проезжаешь через фишки. В основном это на переднем приводе машины, а также есть на задних приводах. То есть, это все разделяется. Сейчас я делаю вид... Да, да, да. На треке Amalcwain. И вы во всем этом участвуете или каким образом вообще? Да, вот именно фристайл-дрифт, я участвую в фристайл-дрифт, в Amalcwain Emirates Motorplex. И нигде не было такого, что вам говорили, вы знаете, там, например, ну вот мы сомневаемся, что можно вас допустить к участию. У меня было такое. У меня было такое в этом году в Абу-Даби, кастом-шоу, потому что у меня в прошлом... В прошлом году мне один человек разбил машину, и из-за этого я не смогла, я была недопущена просто в Абу-Даби на кастом-шоу. Буквально меня вот руку подняли и остановили вот так вот стоп, связались по радио, спросили, эта машина может участвовать в соревнованиях или нет, и мне просто отказали. Я буквально... Я сидела, наверное, часа три или четыре на парковке одна, и вот мои друзья, когда они заканчивали дрифтовать, и они возвращались и ко мне, и сидели просто со мной вместе, и не понимали вообще, что происходит. Они не дали меня, чтобы быть даже в парке, знаешь? Я не понимаю, что происходит с этим, кастом-шоу. Я не делала ничего плохого. Почему вы не дали меня? Почему все люди идут вон? И даже сейчас они имеют регистрацию. Почему мою машину? Я не могу, почему? Я не понимаю это. Почему этот Наджи Пухасан, который украли мою машину? Now I have to be suffering from that. Already I was suffering one year about this. Now why I have to do it? Why I cannot go inside? Tell me why! Да, было такое. Я даже не знаю, в чем причина именно конкретно, но я надеюсь, что в следующем году мы сможем как-то справиться с этим. И потому что от того, что там у меня была ситуация с переворотом машины на треке в прошлом году, причем это сделала не я, а насильно машину мою забрали и перевернули, разбили. Причем я еще осталась как бы в потере большой, и это было для меня большое горе на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, я справилась за год, опять я заново его построила. If you know what drama he make for me on the way here, it's so hurtful, it's so painful, I don't, I don't know what to say, it's crazy, but I love it. I can't find chairs for the engine. When I come to the garage, they even didn't give me a key from my car. Not working, finish, finish this car already tired from today. Say hello, another problem. It's very wrong. Слушай, ну вы такая мужественная девушка, это, конечно, удивительно. И так, давайте тогда ближайшие соревнования, в которых вы планируете участвовать. Меня везде приглашают сейчас Аман, Саудовская Аравия, Кувейт, Джордан. Вот буквально за неделю я получила столько приглашений по Галф поездить. Кстати, у меня самая молодая поклонница 5 лет. Афра, I love you and hi, thank you. Серьёзно? С Кувейта, она такая интересная, она разговаривает на английском и на арабском, и она очень меня зовёт приехать в Кувейт, чтобы поучаствовать на их соревнованиях по дрифту, по фристайлу. Хочет со мной поехать. Вот такие у нас удивительные люди живут здесь, в Эмиратах. Мы с удовольствием всегда приглашаем таких уникальных персонажей, которые могут наш эфир украсить, которые рассказывают о том, как оказывается интересна и насыщена жизнь здесь, в УАЭ. Поэтому спасибо вам большое, Юлиана. Мы надеемся, что мы ещё не раз увидим вас в студии. Вот, опять же, мы уже нашли новую тему для беседы ваше творчество. Хочется пожелать вам удачи и до встречи. А можно я ещё хочу сказать, как очень сильно я люблю свою маму, и я уверена, что она сейчас слушает этот эфир, потому что именно вот она, которая не спит ночами и днями, когда у меня соревнования, я точно знаю, меня всегда поддерживает. Вот, спасибо ей за такой дух и силу выдержать это всё со мной, потому что я знаю, как это было нелегко ей. Просто знаю, как я за это боролась, и мне приходилось ломать вот этот вот сначала с родителями. И теперь она мне очень доверяет, и спасибо ей огромное за это. Ну, потому что её же кровинушка, она же понимает, что, конечно, вырастила настоящего бойца, настоящую героиню. Спасибо вам большое. Действительно, вашей мамуле огромный привет. Ну, и надеюсь, что и она к вам тоже... Она здесь или она у вас в Казахстане? Нет, в Казахстане. Ну, вот, надеюсь, приедет, когда сюда к вам в гости и вместе к нам придёте тоже в студию обязательно. Спасибо большое. Хорошего дня вам желаем. И до встречи. До свидания. Спасибо.